В эфире информационного канала Севастополя, программа в контексте. Мы говорим о тарифной политике. У нас в студии начальник управления по тарифам города Севастополя Дмитрий Шамрей. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович. Здравствуйте. Перед тем, как мы перейдем к нашему диалогу, давайте посмотрим видео, в котором мы опросили людей, что они думают о тарифной политике. Вообще не знаю. Мы с Нового года вообще не платим даже. Нам не приносят ни расчет, ни ничего. Оно меня интересует, а вот материально по карману бьет. А как и формируется, я не знаю. У нас частный дом, поэтому мы знаем, как наши тарифы. Кому-то, наверное, нужны деньги, поэтому и повышают. Повышение чувствуется очень. В принципе, я знаю, а глубоко не интересует. Ну вот, в принципе, мнения довольно разнятся. Все-таки, как производятся расчеты тарифов, как это делается в принципе? Расчеты тарифов производятся на основании нормативных актов по основным ресурсам. То есть, это электроэнергия, газ, вода, тепло. Существует основа ценообразования, утвержденные правительством Российской Федерации, которые, в свою очередь, подготовлены на основании соответствующих законов. И предприятие подает тарифную заявку до начала периода регулирования, то есть это до начала года. Управление по тарифам рассматривает эту заявку, смотрит, обращает внимание на то, что все составляющие тарифов включены законно, размеры их имеют основания, обоснования, и на основании этого производится расчет. Однако у нас в Севастополе, как, впрочем, и в Крыму, есть особенности. То есть, тарифы в Севастополе, они значительно отличаются в меньшую сторону от среднероссийских, ну, в частности, от даже ближайших регионов к нам, там, от Краснодарского края. Насколько существенно это отличие? По некоторым позициям, в частности, по электроэнергии, практически в два с половиной раза. И согласован с федеральными ведомствами план, согласно которому мы до 1 ноября 2018 года должны тарифы привести к экономически обоснованным, ну, в принципе, они, скорее всего, должны достичь уровня... Среднероссийских показателей. Да, ну, среднероссийские, это условно, ближайших регионов, потому что тарифы по Российской Федерации, они отличаются довольно-таки значительно, потому что и по климатическим условиям регионы разные. Ну, вот у нас Краснодарский край по, там, основным показателям он наиболее близок. Поэтому, вот, к 1 января 2018 года наши тарифы должны достичь уровня ближайших регионов. Ну, а о тарифах на жилищно-коммунальные услуги мы поговорим чуть попозже. А сейчас давайте затронем все-таки более насущную тему. Недавно произошло повышение стоимости проезда в общественном транспорте, соответственно, выросли тарифы. Вот чем обосновано это повышение? Во-первых, не секрет, что тарифы на транспорт не пересматривались уже достаточно длительное время. В частности, вот те тарифы, которые существовали до настоящего, до последнего времени, до 15 июня, они были установлены еще согласно нормам украинского законодательства и потом просто переведены, пересчитаны из гривны в рубли в мае... По определенному коэффициенту. За это время произошло и повышение стоимости запчастей, изменился уровень зарплаты, все это необходимо закладывать в тариф. Кроме того, хочу тоже подчеркнуть, что стоимость топлива в Севастополе, ну, как, впрочем, и в Крыму, одна из наиболее высоких в целом по Российской Федерации, выше только районы Дальнего Востока и Крайнего Севера. Все это и приводит к необходимости повышения тарифа. Но хочу еще обратить внимание, что мы устанавливаем предельный максимальный уровень тарифа, предприятие в этих пределах может установить любую стоимость, то есть ниже, выше не может. То есть верхняя планка, она является ограничением? Да, да, совершенно верно. Эти положения, вот тарифная политика, таким образом установление предельного максимального тарифа нами и платы непосредственно предприятиям вытекает из положения недавно принятого закона о транспортном обслуживании, закон принятый 29 мая, вступил в силу 10 июня. Но на сегодняшний момент фактически законсервирована старая маршрутная сеть, действуют, продлены договора, которые заключены еще в украинской действительности. В 2014-м, да. Поэтому, так сказать, это такая временная мера, которая, разумеется, параметры установления, регулирования и в том числе величина тарифа, скорее всего, будут пересмотрены по мере проведения конкурсов, по мере изменения транспортной сети. То есть там будет некая такая тоже адаптация к общей российским, к среднероссийским стандартам. Ну, хочу сказать, что именно регулирование транспортной сферы, оно в основном возложено на регионы. То есть есть некая основа, но по большому счету основные параметры, тем не менее, связанные в том числе и с тарифным регулированием, определяются на уровне субъекта. Но опять же стоит вспомнить, что 10 рублей, вот эта старая стоимость тарифа, она была установлена еще до того, как доллар начал расти. Да, разумеется. Ну, я бы не стал так уж сильно привязываться к доллару, тем не менее. Просто сами перевозчики зачастую жалуются, что запчасти. Ну, в определенном смысле, конечно, потому что большинство автобусов у нас все-таки не российского даже производства. Это украинская и Мерседесы, спринтеры, так называемые топики. Это вообще, ну, транспорт, да, производство Германии. Германии, да. Можно так сказать. Что касается повышения тарифов, будут ли еще, то есть вот сейчас с 10 до 12 рублей, причем, насколько я понимаю, получается и топики, и автобусы средней вместимости, да? Да. В дальнейшем? В дальнейшем. До конца года? До конца года для того, чтобы были изменены тарифы до конца года, нужны, необходимо... Определенные? Определенные условия, да. Это должно быть существенное изменение составляющих тарифа, то есть если там резко, одномоментно вырастут расходы предприятия на какие-то составляющие, изменение маршрутной сети, то есть это повлечет за собой изменение величины маршрута. В таком случае предприятия обращаются к нам, мы изучаем этот вопрос, если там есть основания, приходим к соответствующим выводам. Что касается расчетов, что касается того, как рассчитываются тарифы на тепло, электро и водоснабжение на сегодняшний день, насколько сложна сама система вот расчетов составляющих? Опять же хочу повториться, что существуют соответствующие законы об электроэнергетике, о теплооснабжении, о водоснабжении, водоотведении. К каждому закону существуют основы ценообразования. В этих основах ценообразования прописаны все составляющие тарифа, которые влияют на величину тарифа. То есть предприятие подарит тарифную заявку, мы считаем и смотрим. Но опять же мы действуем, у нас есть ограничения, верхняя планка для потребителя. Это фактически индексация, тарифы, которые действовали по состоянию на 1 июня 2014 года, они изменяются в соответствии с планом на определенный процент. То есть это в среднем раз в полгода по некоторым ресурсам трижды в год изменяется на величину от 5 до 12%. То есть происходит некая индексация. Да, при этом не рассчитываются отдельно еще экономически обоснованные тарифы для предприятий. То есть это реальная стоимость, реальная величина тарифа. И вот эта разница между реальной величиной тарифа и экономически обоснованным тарифом, и тарифом, установленным для потребителя, компенсируется из бюджета Российской Федерации. Вот в частности на этот год эта сумма составляет немногим менее миллиарда рублей. То есть довольно приличные деньги на самом-то деле. Да, совершенно верно. Что необходимо для того, чтобы предприятия Севастополя, жилищно-коммунальные сферы, все-таки стали самодостаточными? Предприятия... Вот именно реально ли такой тариф поставить, и насколько он будет, ну скажем так, по силам людям? Вот в том-то и дело, наша задача, одна из важнейших задач, это соблюдение баланса интересов. То есть мы не должны и поставить потребителя в такие условия, когда он, грубо говоря, будет отдавать последнее за потребляемые ресурсы. И в то же время мы не должны создать условия, при которых предприятие вынуждено будет уходить с рынка, отпускать свои услуги ниже себестоимости, и в конце концов это приведет к банкротству. Вот мы поэтому и стараемся балансировать на этой грани. Ну, опять же говорю, что сейчас существует определенное ограничение, это верхняя граница, которая плавно повышается. Идея заключается еще и в том, что одновременно с повышением должен происходить и рост благосостояния населения, и по мере, так сказать, этого роста будут повышаться эти рифы. То есть все должно быть уравновешено? Да. Не всегда это, конечно, получается, но тут вот... Как говорится, что имеем, то имеем. Да. Другого быть не может. Спасибо большое, что нашли время, пришли и ответили на наши вопросы. Я напоминаю, вы смотрели программу в контексте эфир же информационного канала «Севастополя» продолжается. Не переключайтесь, и, наверное, все-таки стоит понимать то, что тарифы, они экономически обоснованы. Спасибо. Спасибо. Академия Академия Академия